Всем привет! Сегодня у нас будет немножко о психологии, о Турции, о менталитете. Я хочу такой момент поднять, очень важный, который не проканает, скорее всего, да, не подойдет к стилю, образу и, в принципе, менталитету восточного мужчины, в частности, турка. Вообще, в принципе, это относится ко всем, не только к туркам, но я это немножко раскладывать буду на турецкий менталитет сегодня. И хочу вас предостереть, что так делать не надо. Скорее всего, это не поможет. Это не поможет в любой стране, но в восточном менталитете особенно это делать не надо. Вкратце, когда начинаются отношения и идет определенный притир к симпатии и так далее, вот такой есть момент, я это замечала у многих девушек, вступающих в отношения, что девушка старается, если чувствует, недостаточно она нравится парню, не прямо он ее отвергает, но либо у него есть какие-то еще вариантики помимо нее, он даже это чувствует, когда ты у него одна единственная, он тебе там, не знаю, в ноги падает, или когда он делает еще выбор. Это начало отношений, первые там, допустим, месяца три примерно, месяц, два, три. Когда девушка старается понравиться парню, старается быть лучше, чем она есть, определенный образ накидывает идеально себя, старается дотянуться до парня. Такие моменты девочки начинают, пытаются из поля конкуренток, или там в инстаграме, где знакомятся, да, когда они видят лайки какие-то в соцсетях, фотографии других девушек, которых там парень может лайкать и тому подобное, это такие общие примеры. И вот девушка хочет выделиться на фоне конкуренции соперниц каких-то, чтобы выбрали ее, если есть там еще другие вокруг. Или она чувствует, что недостаточно он в нее как-то эмоционально именно вкладывается, недостаточно, еще симпатия укрепла, что он может еще как-то дать заднюю, да, газануть, как-то могут отношения распасться, а он ей очень сильно нравится, да, в ее понимании этой девушки вот сейчас это идеальный мужик, красавец там, работа такая-сякая, характер такой классный, самодостаточный и все-все прочее. В общем, каким-то образом он для нее классный, идеальный и с ней зашел. И главная здесь ошибка, что он клевый, а мне надо до него дотянуть, или мне надо, получается, установка его как-то удержать, мне надо его как-то расположить к себе. И вот это огромная ошибка и заблуждение, с турецкими мужиками так вообще не получится. В такие моменты эти девочки, на самом деле это психологический момент, проблема в самой девушке. Здоровый человек со здоровой психикой как бы среагировал, неважно, мужчина или девушка, да, если я недостаточно нравлюсь, если он такой классный, крутой мой партнер, который меня выбрал, окей, но я чувствую, вы всегда это на уровне эмоций, флюидов каких-то, чувствуете, что ну не то, может быть, пальто чуть-чуть, да, не так сильно я ему нужна. Вот когда вы это чувствуете, здоровый человек скажет, окей, пусть идет как идет, если я ему до конца не нравлюсь, но наши отношения распадутся, или я сама, или сам прекращаю отношения, я чувствую, что это не так близко, как бы мне хотелось, это не тот уровень эмоций, доверия, симпатии, которые я жду от серьезных, хороших там отношений. Ну, многие люди это подавляют от страхов своих, стараются закрывать глаза, и просто идет все как идет, а потом отношения через какой-то период времени, может, три месяца, полгода, они все равно разваливаются, недолгий срок эти отношения идут. То есть до конца вот этого слияния не происходит на уровне вот этом вот, что ты готов там вообще с человеком на любовь. В общем, симпатия не перерастает в идеальную любовь какую-то. Вот когда вы чувствуете, женщина это чувствует с нездоровой психикой, она старается притянуть, выделиться среди конкуренток, как-то заякорить себя, показать, что я не такая, как остальные, выбери меня. То есть реальность начинается под лог, она притягивает желаемое, с действительное выдает. Она, во-первых, становится немножко фальшивой, натягивает свое поведение, свои эмоции, свои реакции, она подстраивается под мужчину, под тот уровень его запроса к женщине, который он хочет видеть. Вот с турками точно не приканаются, о чем я говорю. Женщины начинают краситься по-другому, вести себя по-другому, придавать свои какие-то ценности, подстраиваться под мужчину, говорить то, что он хочет услышать, а не то, что, например, какое у меня мнение по данной ситуации на самом деле. Женщины также начинают дарить подарки самому мужчине. Когда это от души, ты просто реально любишь, у вас классно эмоционально, почему бы и нет, я не против вообще. Мужчину тоже нужно дарить подарки, даже больше всего можно дарить цветы. Но когда это с другим, знаете, таким червячком внутри, чтобы выделиться, чтобы заикариться, чтобы быть не такой, как все бабы вокруг, чтобы его к себе притянуться, с этой целью это делать не надо, особенно с турками. Во-первых, чувствуется фальшь. Во-вторых, у мужчины, который привык ухаживать за женщиной, то есть вкладывать, его, в принципе, отпугнет такое навязчивое поведение. И такое, знаете, как это девочки обычно, скажем так, девушки камуфлируют это. Они еще на расстоянии, где-то в интернете познакомятся, они очень нравятся, начинают высылать букеты, торты какие-то, конфетки из буквы к фразу какую-нибудь, да, с надписями, какие-то подарки онлайн делать. Или, там, я не знаю, какую-то косметику, там, парфюм заказать в онлайн-магазине с доставкой. Тоже тут такие есть варианты, у меня подписчица так делала. В общем, до личной вот этой какой-то встречи, то есть это еще какой-то роман в интернете, или только начинается все. В общем, я говорю про маленький сырок от месяца до трех, до полугода, обычно до трех месяцев. Вот девочка пытается. Но почему такое желание, как правило, возникает в большинстве случаев, чтобы притянуть, заикариться, выделиться, задарить человека? Тоже в этом какой-то есть момент. С турецким мужчиной так делать не надо. Этого очень может сильно отпугнуть. Они к этому не приучены, когда за мужчиной ухаживает женщина. Вы сейчас скажете, как же, Гарри, они же домашние султаны, там, женщины у нас, чуть ли там, у вас, точнее, в Турции, да, в поклон к ним не идут, чаи, носят еду, вот эта вся история историческая. Да, но это бывает в семейной жизни после того, как уже мужик себя показал, когда он женщину завоевал, когда подарками одарил, золотом осыпал, поставили штамп в паспорте, расписались, начали жить. И тогда все меняется. Да, тогда женщина приносит чаи, кофеи, готовит, там, убирает, и все, вся история прочая начинается. Они меняются ролями. Но показывая вот такую модель, что ты хочешь за ним ухаживать, ты хочешь о нем заботиться, дарить подарки в начале отношений, либо его это напугает, он вообще, он этого не знает, он сразу, чур меня, чур, я такой модели не знаю, мне это не надо, я такого не хочу, он может прекратить отношения, его это напугает. Или куда тоже худший вариант, отношения останутся. Но вы так расповадите мужика, он никогда за вами ухаживать, что-то вам делать, трястись о вас не будет. Потому что вы моноблюдически с голубой каемочкой, подарочками его, скажем так, одариваете, вы сразу берете роль руководящую в отношениях. Кто дарит, потом за это как бы спрашивает, да. И вот такого слизня, несамостоятельного, который не хочет дарить особо подарки, вы получите мужика. А потом у вас будут запросы. А почему он для меня ничего не делает? А почему не развиваются отношения? Или в браке муж мне не помогает? А муж не хочет, например, у нас там трое детей уже, не хочет приглашать уборщицу. Так потому что ты сама все, ты подарки сама дарила, сама все предлагала, ты легкая, удобная, ему не надо напрягаться. Он знает прекрасно, что ты повякаешь, повякаешь, потом сама решишь эту проблему в вашей семье. И сама как-то решит вопрос, например, с помощницей по дому. Ну, условно говоря, пример такой. То есть, вот эта ерунда маленькая, подарочки, цветочки, сувенирчики, вот эта вся история, девочки, не делайте этого. Как минимум, если у вас внутри есть огромное желание, вы чувствуете, что у вас одинаковый уровень любви с ним, вы одинаково вкладаетесь в отношения, одинаково друг друга любите, это можно делать. Но когда вы видите, что это игра в одни ворота с вашей стороны, когда партнер не очень заинтересован, он делает еще выбор, он еще на расстоянии вас держит, это не полное слияние развития потом отношений, не надо с восточным мужиком это проворачивать. Вы себе стелите не мягко, вы себе подкладываете камушки, либо он вообще, скорее всего, если воспитанный с нормальной семьей мужик, его это отпугнет, либо он еще скажет, так, дорогая, не дари мне подарки, пожалуйста, стоп. Или если у него хороший уровень эмпатии, он довольно-таки открытый человек, что очень не турецкая вообще восточная история, но если такая у него семья, это как бы класс круто, он, например, может сказать, я чувствую себя неудобно от твоих подарков, давай я тебе буду дарить подарки, а ты мне пока нет. Я еще чувствую некомфортно, там поженимся, например, буду я твоим мужем дарить как-то более к этому... Поверьте, я очень люблю дарить подарки, обожаю просто. И уже в браке находясь, я очень люблю делать подарки, например, ребенку. Мне кайфово, когда людям рядом со мной тоже хорошо. Я и себя люблю, себе делаю подарки, своим близким. У нас всегда так, кстати, с мужем как-то заведено. Если покупается что-то, не по плану, скажем так, какой-то подарок внезапно одному кому-то в семье, мы другим тоже и себе. Например, я там себе какую-то большую покупку делаю, приятную, но я тут же всегда что-то куплю и дочке, и мужу, например. Но у нас это принято. Не то, чтобы кому-то не было обидно, просто хочется вот этого счастья, ощущения, эмоций хорошего, чтобы у всех они были. И вот поверьте, до сих пор, когда я мужу какую-то ерунду куплю, не что-то очень дорогое, он себя все равно... Он принимать уже научился подарки, но я все равно вижу, что это со скрипом, он до сих пор не может этого делать, принимать искренне прям с большой радостью. Ему все равно неудобно, он все равно вот такой весь скрюченный, скукоженный. И я чувствую от него сразу же, когда я сделала просто так, без повода какой-то. У нас ведь мы часто дарим подарки без повода, не надо, где рождение или еще что-то такое. Просто приятно порадовать человека. Я всегда чувствую от него, и вижу, как он сразу начинает в голове думать, прощать, что бы ей подарить в ответ. Не может он просто так принять. Хотя мы уже очень много лет вместе, и у нас очень открытые отношения. Муж и жена доверяемы максимально. И то это проблемное в восточном менталитете дарить подарки мужикам. Не могут они принимать. Не так их воспитывают. Понимаете? И вот когда в начале отношений, на расстоянии, вы пытаетесь сделать... Из последнего, что я скажу, я увидела просто на страничке пекарни одной, как русская девушка заказывала, в общем, торт с надписью на турецком языке, там от твоей Алены, Мехмету, спасибо за два лучших месяца наших первых отношений в таком роде. Девочки, вот это делать не надо. Он и так знает, что если у вас все хорошо в отношениях, ему этого достаточно. Да, это приятно, но вы просто разбалуете мужика потом. В будущем вам будет с этим хуже. Каждый раз вот этот градус удивления и подарков, он должен расти, чтобы удивлять и радовать человека. Каждый раз он уже будет вкладывать больше, предугадывать больше, эмоции давать больше. Мужчинам подарки надо дарить по поводу? Не часто. Возможно, там хорошие, дорогие какие-то подарки, но не задаривать. Чтобы мужчина был в интересе за вами ухаживать, он должен в первую очередь больше именно финансово подарками вкладываться, завоевывать ваше внимание. Если последний мой совет личный скажу, вот мое мнение, поживя здесь в Турции уже столько лет, девочки, которые у вас отношения на расстоянии еще, симпатия высокая и так далее, но вы еще там, может, лично не виделись или одна встреча была и так далее, не надо ему онлайн заказывать подарки, парфюмы, букеты, конфеты, торты и вся прочая история. Вы его разбалуете. Вам потом это все самой расхлебывать. Поверьте, у вас в отношении все хорошо, вашей улыбке, не выносом мозга, отсутствия вот этой пележки турецкому мужчине уже достаточно от вас. Он уже понимает, что это хорошее отношение и он доволен. Главное, девочки, не подарки дарить, а не выносить мозг. Все. Я еще скажу, что проблема не в том, что девочки выносят мозг, они какие-то ненормальные, да, любят за что-то позацепляться. Секрет того, чтобы не выносить мозг мужику, это когда хорошие отношения, гармоничные, доверительные, и у вас нет повода выносить мозг. Я не тот сторонник, который скажет, вся проблема в женщине, ей хочется заморочиться, она выносит мозг. Нет, выносит мозг по поводу, когда он есть. И когда есть повод выносить мозг, это повод вообще вам задуматься. А вам нужны эти отношения, когда приходится что-то ругаться, выбивать, давить, продумывать, многоходовки какие-то или нет. Вот такое видео, надеюсь, оно для вас полезное. Жду ваши комментарии, что вы думаете, особенно бывалые, кто здесь живет, с турками встречается, про подарочки, про всю эту историю. Девчонки, которые, скажем так, только вступают в отношения, в такие, могут сейчас не до конца понять, типа, а что, ударить мужикам не надо? Я объяснила, когда надо. Всему свое время. Когда отношения будут более прочными, надежными, скажем так, тогда, конечно, нужно делать мужчинам, поэтому надо радовать. Я это тоже делаю. Но не бегите впереди повозки, пожалуйста, не обгоняйте события. Потому что можете так создать ситуацию, потом сама будет не очень комфортно. Надеюсь, вы меня поняли. Жду ваши комментарии. Всегда под видео я оставляю свою почту для записи ко мне на психологические консультации. Скоро увидимся. Всем пока.